Недавно мы отправились в первое за долгое время путешествие, и нашим пунктом назначения стал удивительный город Дубай. С первых минут этот город завораживает своими масштабами, разнообразием дорогих автомобилей и количеством зелени, настоящий оазис в пустыне. За время нашего путешествия нам удалось насладиться как пляжным отдыхом, так и культурным, посетив некоторые достопримечательности города, а также познакомиться с современным бытом, бывав в гостях у местных жителей. Предлагаем вам вместе с нами насладиться этим путешествием и увидеть город Дубай нашими глазами. Погнали! Мы прилетели рано утром и уже к обеду были в отеле, где нас встретил приветливый персонал. К слову, для нас, как для граждан Казахстана, Дубай является одним из самых доступных направлений с безвизовым режимом, поэтому здесь вы с легкостью встретите множество наших соотечественников. Более того, в Дубай вы можете приехать без знаний английского, так как здесь много русскоговорящих работников в сфере обслуживания. Нам повезло остановиться в отеле собственным пляжем. Вода была чистая и комфортной температуры. Фауна в этих водах не столь богатая, но тем не менее нам удалось встретить несколько видов рыб, крабов, множества морских ежей и даже кальмара. Здесь существует правило, купание после шести вечера в море запрещено. Но, конечно же, были и нарушители правил, в которых мы видели купающимися в темное время суток. Едем в центр, в район Бурж-Халифа. Сегодня встретимся с родственниками, с нашими, которые в Дубае живут. Моя вырубная сестра, с семьей. Моя вырубная сестра, с семьей. Дубаи Мол является одним из самых больших торговых центров в мире по общей площади. Он включает в себя 1200 магазинов, кинотеатр с 22 экранами, огромный аквариум, каток и даже водопад. Бурж-Халифа в Дубае – это самое высокое здание в мире, высотой 828 метров и 163 этажами. В здании расположены квартиры, офисы, гостиница Армани и две обзорные площадки. Небоскреб имеет самый быстрый лифт в мире. К сожалению, нам в этот раз не удалось подняться на смотровую площадку, Амина боится высоты. Но имейте в виду, что билеты лучше приобретать заранее. Мы ехали вечером на Бурж-Халифу, здесь народу, конечно, немерено, просто так барахолка в воскресенье. В Алма-Ате, да? Ой, мама здесь появилась. А мама давно тут стояла? Нет, значит, не другое. Поющий фонтан – это один из самых больших и высоких фонтанов в мире. Его длина составляет 275 метров, а высота струй достигает 150 метров, что примерно равно высоте 50-этажного здания. Площадь фонтанного комплекса равна примерно 16-ти футбольным полям. Вот такой отсюда вид открывается. Амир голодный, поэтому мы ему заказали, не дождались наших родственников. Я сейчас буду кушать сырое мясо. Это сырое маринованный фарш. Никогда не ела. Надеюсь, это будет холодно. Утчик какой сладкий. Мы решили пойти в другой район, называется Джумейр. В общем, пойдем его исследовать. Здесь везде вкусно пахнет, везде автополив, все зеленое. Не Стамбул, конечно, но уже мы прям сколько-то кошек видели, прям штук 5-6. Дорожки для бега. Наверное, начинаются в Джумейре. Не знаю, сколько километров. Интересное правило здесь. После 6 вечера нельзя купаться в воде. Почти как в Санта-Монике. Домики здесь такие с лучшим видом. Самый первый отдых за всю свою жизнь, когда я куда-то выехал на курорт, где можно ничего не делать. Не знаю, мне нравится больше, нравилось больше куда-то ездить. Брать машину и просто путешествовать по этой стране. А теперь мы любим это наше общее решение. Мы вышли на большую дорогу с пляжа. Хотим найти торговый центр. Оливковое деревце растет. Мы в Алма-Ате на днях только с Ринатом обсуждали, что у нас деревья белят до сих пор. Ходим здесь все распаливаем, а они, оказывается, сами белят. Смотрите деревья. Причем не белая звездка, а зеленая. Так как в Дубае температура воздуха может достигать 50 градусов, то все помещения, такси и даже автобусные остановки оснащены кондиционерами. Так что будьте готовы брать с собой легкие кофты, чтобы не замерзнуть в помещениях. Так, вот мы заходим. Это что это? Остановка! Да, здесь кондеры. Да, холодно. Холодно? На улице, душно. Вот так она выглядит со стороны. Пришли в торговый центр. Он в таком классическом каком-то стиле. Сейчас посмотрим, что здесь интересного. Дэчунды, пожалуйста. Посмотрим, и сделаем. Интересно, мы сейчас идем по улице, и здесь вот сплошные клиники, клиники, бьюти-клиники, пластическая хирургия, просто медицинские центры. Прям вот, прям подряд, подряд. Для любителей бега здесь предусмотрены беговые дорожки вдоль берега. Но комфортно бегать только рано утром, до 7 или 8 утра, пока жара не сильно ощущается. Заказали сегодня первый раз доставку еды. Стоило 70 дирекам всего. До недавних пор аквариум в Дубай Мол был самым большим в мире. Он вмещает больше 10 миллионов литров воды и имеет длину 51 метр. В нем живет больше 30 тысяч морских обитателей и больше 300 акул. В мае этого года в Абу-Даби открылся еще более масштабный аквариум, который перенял пальму первенства у аквариума в Дубай Моле. Очень жарко, красиво, чисто, впечатляюще. Станут, конечно, с деньгами, хотя однозначно, чтобы не ходить, не расстраиваться. В общем, стремитесь к большему. И смотрите наш новый курс «Успешный успех». Подписывайтесь на наш марафон. 30 дней без марафонов. Амир, скажи что-нибудь по-арабски. Феррари. Что меня поражает, так это большое количество зелени. Надо понимать, что это все в пустыне, все это искусственно. Я сейчас на острове Булгари бегаю на рассвете. Вот такая панорама здесь. А наш отель там. Здесь надо бегать туда и вдоль пляжа обратно. Мы заселились в отеле в районе Джумейра на пляже Ла Мер в 15 минутах езды от Дубай Мола. В нашем отеле был небольшой тренажерный зал, куда мы честно сходили два раза. Обзор спортзала в нашем отеле. Все занимаются. Также в отеле был бассейн с подогревом, игровой автомат, пляжные развлечения, спортбар, рабочая зона и другое. Из преимуществ отелей расположения это свой пляж, более 150 различных кафе и магазинов. Во время нашего отдыха по соседству велись строительные работы, но нам это сильно не мешало. Ну, здесь, типа, курсовка. Там есть футборды разные, красивая набережная. Сейчас будем искать место, где поужинать. Здесь можно гулять и гулять. Здесь столько всего интересного. Это все новое, сделано по старину. Так, в общем, с Амиром пошли мы искать туалет. Нашли туалет. Ой, а где дверь-то? А, тут дверь, оказывается. Сама открывается. Да, тут baby room есть. Просто, что я хотела показать, так это вот эти умывальники. Амир, как тут вода включает? Ну-ка. Тут вот такие педали стоят, да. Нажимаешь, и вода льется. Представляете, как здорово. Очень гигиенично, не надо трогать эти краники всем. Здорово. Очень классная идея. Ну, стоит ли говорить, что здесь очень-очень везде чисто. Просто убирают без конца. Вот, как здесь вечером красиво. С Ренатом обсуждаем сервис. За эти дни нам пока еще не встретился плохой сервис. Везде все очень внимательные, очень тихие. Причем, ну, это, знаете, как иском не идет. Действительно, так, интересуются. Все ли у нас хорошо. Мы увидели там, что что-то капнуло. Я там что-то пытаюсь оттереть. Придем салфеточки. Ну, в этом плане, конечно, здесь приятно находиться. В Дубае существуют строгие правила, за нарушение которых следуют большие штрафы, тюрьма и даже депортация. Хоть и последние годы говорят о смягчении некоторых правил, тем не менее, в Эмиратах запрещено летать на дроне без лицензии, пить алкоголь на улице, несоблюдение дресс-кода, особенно для женщин, вождение в нетрезвом виде. Также нарушение в области публичных проявлений любви, неуплата штрафов за парковку, фотографирование людей без их согласия, нарушение правил плавания и загрязнения общественных мест. Поэтому важно соблюдать местные законы и обычаи, чтобы избежать неприятных ситуаций. Сегодня мы встречаемся с родственниками твоей родной сестры Ренатом, которая здесь в семье проживает. Она уже здесь 15 лет, когда-то приехала по работе, нашла любовь и осталась. Она рассказала много интересного, в частности, про этот район, Джумейра. Оказывается, недвижимость в этом районе могут обладать только сами местные. Иностранцам здесь не продают жилье. Но с тех пор, как появились более престижные районы, местные начали переезжать туда, и они, получается, сдают в этом районе свои дома. Сейчас идет у папы на руках. Говорит, что я уже сдулся. И говорит, я уже сдулся. На обратном пути видно уже точно, он сдулется и будет, наверное, спать у папы на плече. С Ренатом обсуждаем, какие арабы молодцы, что, во-первых, в пустыне сделали такой оазис, привлекли сюда просто деньги, наверное, всего мира. И то, что сами они не работают. Рабочий класс — это все приезжие абсолютно. В отличие от наших, которые тащат у своего народа, здесь, наоборот, думают о своем народе. Здесь пусть другие, чужие работают, пусть чужие деньги приносят нам, а мы будем готовать отдыхать. Блин, это же вообще гениально. Арабы оказались самыми умными, создали такую экономику, при которой с ними можно почти не работать, а деньги будут зарабатываться. И все хорошо живут в Москве. В следующем выпуске покажем главные достопримечательности города. Если было интересно, то подписывайтесь, чтобы не пропустить новые серии. Все, взлетаем. Все, на Дубаре взлетаем. Прямо с отеля.